Всем привет! Многие футболисты меня спрашивают, как восстанавливать и разгружать стопу после нагрузки. Для этого я использую различные предметы и элементы растяжек. Первое упражнение, которое улучшает кровообращение и ускоряет обменные процессы в стопе, это упражнение с массажным мячом. В течение одной минуты я прокатываю стопу различными способами. Для начала я просто прокатываю, привыкаю, дальше делаю различные круговые движения, надавливаю пяткой, пальцами, поворачиваю стопу во внутреннюю сторону, во внешнюю сторону, делаю сильнее надавливание и делаю смену ног. То же самое проделаем с другой ногой. Также прокатываем круговые пальцы, внутренняя сторона, внешняя, чуть сильнее надавливание. Чтобы воздействовать на более глубокие мышцы стопы, использую твердый мяч или предметы, которые есть у каждого дома. Скалка, бутылка, различные предметы. И также прокатываю одну минуту, более глубже прорабатываю мышцы. Также внешняя сторона стопы, внутренняя. Уделите внимание под пяткой, под большим разгибателем большого пальца. Можно использовать с бутылкой, очень удобно. Надавливая, поворачивая ногу во внутреннюю сторону, во внешнюю. Также делаем смену ног, внутренняя сторона, внешняя или с мячом, под пяткой, под большим разгибателем в течение одной минуты. Третье упражнение – это растяжка стопы двумя способами. Первый способ – я растягиваю подошвенную поверхность. Присаживаюсь на корточки, акцент на подушечке пальцев. Дальше становлюсь на колени и выравниваюсь. Таким способом натягиваются подошвенные все здесь мышцы. И остаюсь в таком положении 30 секунд. Второй способ – я растягиваю тыльную сторону стопы. Для этого я принимаю такое положение. Под себя поворачиваю пальцы и стараюсь выровнять ногу и подать колено вперед. Остаемся в таком положении 30 секунд. Чувствуем натяжение этих мышц и делаем это же упражнение другой ногой. Пальцы под себя, выравниваем подъем. Подаем колено вперед и задерживаем все 30 секунд. Будьте всегда здоровы, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И очень буду рад, если вы напишите комментарий после просмотра этого видео.